Нормально. У меня тоже дом довольно на горе находится, плюс шестой этаж. Ну и антенна такая 5,7 Яги направлена на Зеленоград. Ну, примерно, примерно в вашу сторону. Прием. Да, Александр, принято. А территориальная, вот где находитесь, какой район на приеме? Вот Москва, Крылатская, где-то в районе километра от МКАДа, но к центру, к центру города, то есть в пределах МКАДа, прием. Да, да, принято. Ну, вот этот репетер очень хорошо работает. Я сегодня был в Новый Ригаут Лет, это 35 километров где-то от МКАДа, оттуда открывал репетер и слышал, принимал. Причем с двух ватки УВ-3Р Барпенг, отлично все, сигнал идет на приеме. Да, все принято. Вот сейчас скинул до 5 ватт. Нормально принимаете прием? Да, отлично проходите. Также изменения вообще никаких. Чистый сигнал, никаких посторонних шумов на втором фоне. Вообще идеально, как будто вот из соседнего дома вещаете на приеме. Довольно близко и мне, в принципе, пофиг, какой антенна. Там, я из Боопенга сейчас могу выйти, там, и будет то же самое. Просто я недавно видел в интернете, что этот пункт, где репетер СССР-5-650, стоит антенна на МГУ. Вот. Ну, я вот чепуху не поверил, потому что, если бы она вставила на МГУ, то я бы от Боопенга вообще никак бы не срабатывал прием. Да, да, принято. Ну, честно говоря, я не знаю, где находится территориально. Я вот недавно, как бы, заинтересовался этим, вот на следующей неделе записался на экзамен в ГРЧЦ на третью категорию планирую сейчас. Вот. Вот. Вопросы все выучил. Планирую на следующей неделе посидеть. А так вообще вопрос есть. Если есть время, есть ответить на приеме. Когда время есть, вот, кстати, в данный момент пришло на Боопенга 5-2. Ну, значительно, ну, как бы, незначительно, но ощущается, ранен-то. То есть и модуляция потише, и фон такой вот, и тонко, как-то, мелкий, такие ряд, какая появилась. И, ну, хуже, конечно, по звуку на приеме. Да, принято, вот, перешел назад на езду с 7900 и с другую вообще антенну. Ясенька. Ну, давайте подожду, что вы хотели проверить прием. Да, я тут столкнулся с такой вот интересной штукой, может быть, в курсе. Вот я использую тангенты на радиостанции. То есть без тангенты, когда принимаю сигнал, принимается, щелчка нету перед звуков, ну, перед речью, когда открывается шумоподавитель. А когда работаю через тангенту, всегда, причем, разные тангенты пробовал, гарнитуры, подключая вот к этой радиостанции, к типу именно, вот, 98-й, у меня вторая такая же, тоже самое, на ней так происходит. И щелчок такой, шумоподавитель, не в курсе, что это может быть на приеме. Принято, честно говоря, не в курсах. Я вообще по образованию далеко не инженер. Увлекся просто, купив когда-то там Боофенк, и послушав радиолюбители разные частоты, вот, и увлекся, увлекся, ну, и потом уже начал там сам строить антенны, покупать антенны, радиостанции и так далее. Поэтому, не сказать, вряд ли здесь чего смогу. Ну, вот такие дела, прием. А еще хотел спросить, а ЕЗУ, какая модель у вас на приеме? Я ЕЗУ 79-00, вот, ну, в принципе, довольно, довольно очень широкий диапазон частот, очень широкий, но, как я думаю, из-за этого должно что-то страдать, потому что, ну, не может быть такой огромный диапазон приема, и вот так вот, чтобы это все было прямо идеально. Но радиостанция довольно неплохая приема. Сравнивал 2 метра и 7 сантиметров выходил вот на связь, где-то 5-6 километров по своей местности, то следствие леса, такие поселки. Я 7 сантиметров на LPD диапазоне выходил отлично на двух радиостанциях, а вот переключался те же самые радиостанции на 2 метра, 145-500, вообще, связь очень плохая. С чем это вообще может связано быть, не в курсе, например. Вы знаете, нет, не могу вам сказать, но я вам так скажу, что видел тоже и в Ютубе такую же прям историю, что 7 сантиметров принимает при определенных условиях гораздо лучше, чем 2 метра. 2 метра огибает препятствие, чем лучше волна. 9 сантиметров работает офигенно в поле. Вот прям, ну, где есть, реально прямая идея. Вот там 7 сантиметров работает лучше. 2 метра лучше огибает там все же деревья, там небольшие препятствия. Вот так же, как и в 20 мегагерн, там возьмем эту, как бы, эти вещи, радиостанция. Там длина волны больше, а она огибает больше. Плюс у нее еще есть отражение от эрбантера. Соответственно, она, ну, может при определенных, опять же, условиях отражения принимать там, ну, огромное-огромное расстояние. Вот. 7 сантиметров это прям прямая видимость. Вот. 2 метра, ну, может уже где-то обогнуть. 2 метра, ну, может быть, это вот именно потому, что слишком большая длина волны, она мало того, что обходит, в других препятствиях, плюс ее отражается от тропосферы и, соответственно, получается, что там она чуть не везде, чтобы обойти. Но, опять же, есть нюансы, допустим, с МКС, почему не связывают с МКВ, потому что волна отражается, а МКВ, она проходит, вот, атмосферу, тропосферу, там, все вот эти вот нюансы. Ну, да, да, понятно. Ну, я так понимаю, что на 70 сантиметрах надо работать чисто по прямой, а вот если в лес идти, то, в принципе, можно пробовать и на 2 метра использовать. Ладно, понятно, это все, как бы, экспериментально буду смотреть, так все лучше по моей местности. Спасибо за информацию. У меня, в принципе, вопросов нет на приеме. Больше, то, конечно, будет лучше огибать, ребята, будет лучше. Ну, вот, да, 70 метров, прямая видность, горы, поля и так далее, река офигенная, но вот там приемлемо, 2 метра, там, ну, уже в городе Полуц, например, вот, там, здание, то, что, ну, 70 сантиметров, он будет все раз в одно здание отражаться и так далее, там, в комнату входить через окно, отражаться по стенам, там, контейнеры, если у вас там и внешняя антенна, вот. Вот такие вот дела. Ладно, спасибо большое вам за действие, надеюсь, что ответил вам все правильно, и спешку радиолюбители меня поправят. Надеюсь, что будут все хорошие радиолюбители, потому что есть тоже такие товарищи, что будет здорово. Вот. Рад был слышать, надеюсь, что получите позывной, что присоединитесь к нашим рядам. Всего хорошего, хорошего вам вечера, 7-3, пока-пока. Да, спасибо большое за ответы, было приятно познакомиться. Да, интересная штука, это радиолюбительство. Хорошего, хорошего, 7 вечера, да, 7-3 на приеме. Спасибо. 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 Спасибо.